Друзья мои, ну что мы с вами видим в рынке в этот солнечный, во всяком случае, в Подмосковье день? Рынки в целом встревожены, но не сказать, чтобы они были встревожены по какой-то определенной, конкретной причине. Скорее, это просто общая предвыборная лихорадка. Такое ощущение, что что-то перед выборами они, может быть, упустили. Не факт, что лидерство Байдена над Трампом 57 на 40 дает прям-таки определенность. Хотя вот опрос Гардиан, который показал эти цифры, он на самом деле также ссылается на то, что похожая ситуация была пока с таким преимуществом лишь дважды на их памяти. Первый раз это было, когда президентом во второй срок избирался Рональд Рейган в 1984 году. И, естественно, он избрался, да. А во второй раз такое преимущество имел Майкл Дукакис перед Джорджиом Бушем. И надо сказать, что преимущество это он умудрился растерять. То есть победил Буш, правда, тогда опросы показывали это преимущество тоже в 17% в июле месяце. То есть задолго до выборов, а сейчас остается меньше трех недель. Но при всем при том, фактически мы понимаем, что сюрпризы любые, возможно, из рукава кандидаты могут вынимать разные козыри. По-разному оценивают избиратели все эти опросы, поскольку многие, вот в прошлый раз на выборах 2016 года, например, они изначально стеснялись просто говорить о своей поддержке Трампа, публично заявляли, скажем, что не знают, за кого голосуют, а фактически на самом деле голосовали в итоге за Дональда. Поэтому здесь вопрос будет оставаться до последнего. Рынки, в общем, не совсем понимают, что для них лучше. Есть много за и против, которые, наверное, мы уже многие разбирали вещи. Это и налоги, которые ниже для корпорации, естественно, версии Трампа. Это в целом более привычная политика по отношению к Китаю и другим торговым партнерам. Жесткая, но понятная и привычная. Это неопределенность вокруг энергетического рынка в случае, если победит Байден, допустим, и снимет санкции с Ирана, Иран будет поставлять дополнительные объемы, возникнет переизбыток. На самом деле масса всевозможных неопределенностей, которые по большому счету нет смысла все разбирать до выборов. Наверное, есть смысл все-таки дождаться, кто же победит, когда закончится весь этот подсчет голосов, который наверняка простым не будет, наверняка будут протесты. Но можно сказать, что на данный момент рынки подросли до таких значений, которые показались многим уже несколько избыточными. То есть вот индекс S&P 500, который дал такой взлет выше 3,500 и сильно выше 3,500, уже на уровне 3,440 на момент съемок. NASDAQ поманил выше 12 тысяч, сейчас уже 11,750 и продолжает снижаться. То есть идет продажа, скажем, по широкому спектру бумаг, но, на мой взгляд, выгоднее, если вы сидите где-то в покупках, выгоднее, конечно же, покупать и оставаться в покупках тех бумаг, которые наиболее показали надежность, показали не просто рост, но и устойчивость показали заметную в последние месяцы. Вот, ну, скажем, я не говорю, что надо обязательно там держать, условно, там, Amazon с Google, да, но, например, там у Amazon Prime Days, то есть это дни распродаж, которые были перенесены с июля на октябрь, и Amazon, как многие говорят, очень от этого выиграет, потому что фактически он предвосхищает Черную Пятницу. И вообще непонятно, как многие розничные компании будут себя вести и вообще получать доход в Черную Пятницу, кроме как онлайн, потому что топ-покупатель, наверное, в общем, видеть вряд ли получится, многие не пойдут на это ради распродаж, да, и магазины, наверное, не разрешат такие акции. Вообще вспомню, что вот сейчас происходит в Европе. Во Франции введен комендантский час в Париже и еще, по-моему, в восьми городах крупнейших, включая Руан, включая Тулузу, Лиль. В Мадриде частично самоизолироваться пытаются и власти центра города, и есть протесты многочисленные против этого. Вчера на машинах тысячи молодых, особенно людей, выезжали протестовать. В общем, к тому, что все происходит как бы в сторону замедления и так темпов в Европе, то есть восстанавливается экономика, но медленнее ожиданий, все вот эти вещи, они усугубляют, поэтому европейские рынки просели глубже. Соответственно, евро-доллар просел уже под уровень 1,17, да, и здесь еще способствовал выход на этой неделе более слабых показателей индекса ЗЭФ немецкого института по в целом еврозоне, который показал, что активность снизилась там до 52, где-то с небольшими единиц после 79 в середине сентября. То есть это по-прежнему 50-50, это рост, но это рост медленный. Представители ЕЦБ, в частности Клаус Нот, датский, руководитель Центробанка, признают, что замедление темпов роста налицо, и что хотя он не ожидает таких последствий сильных, как были, конечно, во время весеннего этапа пандемии, когда ни бизнес к этому не был готов, ни власти там, ни койко-места, и вообще никто точно не знал, каков этот вирус, что с ним делать, то сейчас подобных эффектов он не ждет, но замедление ждет, при этом ЕЦБ пока не идет на выделение каких-то дополнительных фондов средств, соответственно, вот снижается несколько европейская валюта, инвесторы предпочитают уходить в казначейки США, не то чтобы они сбегают от всех рисков, да, широких распродаж по всему рынку нет, но есть распродажи бумаг, которые чувствуют себя в целом неважно. Ну вот скажем, если банковский сектор себя чувствовал, неважно, да, и там проблема плохих долгов, она еще долго будет оставаться, то в целом вряд ли банковские бумаги будут расти, хотя некоторые показали хорошие результаты, в частности, Goldman Sachs отчитался лучше всех, да, и пока более-менее держится по итогам вчерашнего дня, хотя тоже к концу дня соскользнул. JP Morgan, о котором я рассказывал в прошлом видео, отчитался хорошо, но это помогло только лишь выше открыться, а потом бумаги опять соскользнули, как бы, к сотне долларов за акцию. Видим, что Apple хорошо держится, да, но при этом показала презентация, что все новинки ожидались, что обо всем фактически инвесторы были предупреждены заранее, ничто не стало для них особым каким-то сюрпризом, и поэтому бумаги не удержались пока на уровнях, там, таких как 123-125, тоже соскользнули в район 120-121 и никаких особых покупок не встретили. То есть, в целом, многие бумаги, к которым инвесторы относятся хорошо, Макдональдс тот же самый, который на исторических своих пиках держится, 227-228, да, или, там, можете взять какую-то компанию розничного сектора, которые подскочили, там, вот, Леверстраус, например, в последние дни, да, производитель джинсов, то есть они держатся все неплохо, да, но при этом, как бы, не особо встречают каких-то желающих докупать эти бумаги покупателей. То есть покупатели предпочитают выжидать, тем более, что совершенно не понимают, что будет происходить, что может происходить со стимулами в США хорошего. А там переговоры явно заходят в тупик. То есть явно Стивен Нучин уже сказал, что вряд ли что-то будет принято, да, выбрав, если будет принято, то не успеют они это осуществить, то есть имеется в виду выплаты населению, да, там, разные называли суммы, 400-600 долларов, вот Трамп последние 1200 предложил. Демократ ни на что не соглашается, пока не примут все их хотелки с дополнительными доплатами для бюджетов штатов просевших. То есть фактически там, где руководят демократические губернаторы, они, видимо, эту тему продавливают. Плюс напрямую спрашивал даже корреспондент СНН, который не замечен в симпатиях к Трампу, СНН, даже корреспондент СНН спрашивал вот с пристрастием Нэнси Пелоси, лидера демократов в Конгрессе, ну почему же вы не утверждаете этот пакет, людям так нужны деньги, ну вы прям так боитесь, что там будет подпись Трампа на чеках, что он это требует, или почему, в чем дело? И она всячески уходила от ответа на этот вопрос. Сона говорила, что да вы сами, в общем, не понимаете, о чем спрашиваете. Вообще с полным, на мой взгляд, неуважением к собеседнику, с широчайшей улыбкой, как они это умеют, да, американские политики, и при этом с полным уходом от ответа. То есть вопросы всевозможные, вы не представляете, как они устроены, на каком языке ведутся переговоры, да что там говорит Трамп, да что эти, все. Неужели вы думаете, говорила Трамп Пелоси, что вы лучше знаете, чем американские избиратели, как быть, а избиратели избрали нас, поэтому мы лучше в курсе, что требуется людям, в общем. Ну, короче, на мой взгляд, это было свежей улыбкой, но, в общем, крайнее посылание очень далеко и надолго со всеми вопросами. И я не знаю, конечно, это, наверное, счастье демократов, что от них баллотируется не Пелоси, а все-таки Байден, хотя стоило бы, наверное, задуматься на месте голосующих за демократов, что если такие, в общем, неуважительные, в принципе, на мой взгляд, ответы, да, которые ничего не проясняют, почему не выделяют срочно помощь, хотя бы маленькую, да, хотя бы частичную, а потом уже обсуждали бы основной пакет. На мой взгляд, стоит задуматься, в общем, если с этой партией выдвигается Байден, и вот такие люди эту партию представляют в Конгрессе, то, в общем, стоит ли за нее голосовать. Ну, конечно, не мне, наверное, как представителю страны, в которой есть Госдума, с другой стороны, рассуждать о качестве подготовленности и вообще совести и других качествах депутатов американского парламента, но, извините, у нас и не та парламентская культура по длительности и вообще по всем параметрам ее состояния. Что касается того, что мы видим, в общем, в Америке обсуждение всех этих вопросов в Конгрессе, то они находятся на очень низком, на мой взгляд, интеллектуальном уровне и на очень низком уровне уважения к тем людям, вообще, которые голосовали за этих членов Конгресса. Там есть представители яркие, которые, в общем, призывают к компромиссу, но эти представители не имеют большинства среди демократической партии. Поэтому, конечно, не знаю, чем в итоге закончатся выборы, но, в мой взгляд, не дай бог вот этим людям прийти к рулю в Америке, думаю, что лучше от этого точно не станет, несмотря на любые обещания. Но поживем-увидим, да, а так или иначе, с точки зрения рынков, сейчас это дополнительно создает некоторую нервозность. Правда, многие уже, на самом деле, фонды говорят, что, ну, пакет стимулов и бог с ним, что для экономики не так принципиально, для граждан, может быть, для конкретных семей важно, но для экономики не так принципиально, если это все вдруг выделят в январе или феврале. И более того, в принципе, если хоть маленький какой-то пакет удастся принять сейчас, то любая администрация, будь то Трамп, если все-таки выборы удержит, Трамп выиграть, да, сможет, либо будь то Байден, в любом случае там выделят гораздо более крупный пакет потом, что, как бы, в общем, не так принципиально сейчас эти 3-4 недели. Поэтому биржи снижаются больше из-за того, что до этого выросли, так скажем, да, рынок падает потому, что до этого высоко держался, потому что высоко взлетел в последние предыдущие дни. Но в целом, да, вот идет, как бы, да, понимание того, что добавляться к портфелям, наверное, может быть, есть смысл только если какие-то есть очень выгодные цены в каких-то бумагах возникают. Но в основном там, где возникают выгодные цены, они вполне могут спуститься и еще глубже, то есть дешево там, где, может быть, дешевле. А там, где хорошие бумаги, они поседают незначительно. Поэтому в основном, сказать, кто вот успел затариться, в том числе и по моим рекомендациям, по более глубоким ценам многими из перечисленных акций, хорошо, наверное, сделали, и вряд ли сейчас в проигрыше, да, скорее всего думают о том, другая головная боль, забирать ли прибыль, если еще не забрали. На мой взгляд, в принципе, портфели эти далеко играющие, их можно оставлять и надолго, но если вам важна текущая цена акций, ну, кто знает, может быть, частично забирать прибыль, это и разумные решения, просто потому что это прибыль уже в кармане. Что касается дальнейших каких-то докупок, то я, например, в основном планирую все-таки такие идеи и на фондовом рынке где-то все-таки после уже выборов, и вряд ли прямо на следующий день после выборов. Если же говорить о валютном рынке, мы видим, что временно прибавляет, но я думаю, ненадолго эта история, доллар по отношению к австралийцу, новозеландцу, евро, да, вот в связи с тем, что покупают казначейки на часть из проданного портфеля бумаг фондовых, ну, и самая волатильная валюта и самая непонятная, по сути дела, история – это фунт. Вообще кот в мешке, потому что идут переговоры Британии и ЕС, дедлайн, который сам пытался поставить Борис Джонсон 15 октября, условный дедлайн, потому что, в принципе, переговоры могут до конца года продолжаться. Этот дедлайн, по сути, просрочен, но уже делегации вроде бы говорят, что останутся на подольше, кто бы сомневался, что останутся. Вчера фунт успевал слетать на 28, там, почти 50, и уже поднялся к 1,30 и выше, на слухах о том, что в целом переговоры продолжатся, никто не хлопнет дверью. Ну, в общем, понятно, что в целом в какой-то режиме они продолжатся, но насколько полезны будут достигнуты договоренности торговые, времени-то еще много. Вот теперь называют сроком, там, конец ноября, несмотря на то, что саммит ЕС, вот он проходит по этому вопросу сейчас. Поэтому фунт – наиболее непонятная валюта, в зависимости от слухов, которые будут происходить, он может как взлететь прилично, там, даже до уровня 32-33, так и обратно резко упасть в район 27-28. Вот более широкий коридор колебаний все-таки сложно ожидать без конкретной информации на одних или слухах. Но в целом вот фунт – это такой вот наиболее непонятный зверевалютном лесу. Но и продолжается медленно, ненавязчиво, но все-таки отток капитала созвивающихся рынков. То есть набравшие до этого вес там южноафриканский рент, немножко там бразильский реал, там индийская рупия, рубль, который успел прибавить с начала октября, в основном за счет продаж валюты госкомпаниями, директивы правительства, все они потихонечку отыгрывают назад, то есть как бы доллар немножко прибавляет по отношению ко всем этим валютам. То есть нельзя сказать, что идет резкая спекулятивная атака, да? Но, в общем, какие-то шевеления в этом направлении есть. А если, скажем, там немножко понизился курс евро по отношению к рублю, то больше за счет того, что евро упал к доллару. Вот такие в целом пироги в текущем режиме на валютном, на фондовом рынке, друзья. Завтра будет возможность обсудить все эти же и другие возникающие у вас вопросы в режиме онлайн с вопросами-ответами в 15.00. Будьте добры, присоединяйтесь, все желающие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!